Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Иова. И сегодня мы будем делать обзор 10 главы этой таинственной книги. Книга Иова представляется в Священном Писании как наиболее древняя книга, наряду с книгой Иноха, из которой, впрочем, приводится только фрагмент в послании апостола Иуды. В 10 главе книги Иова здесь говорится о том, что Иов признается, что пребывает в полном замешательстве. Об этом свидетельствует 15 стих. Его речь, она соответствует этому состоянию. Он не знает, что сказать. И порой он как бы не отдает себе отчета в сказанном, создается такое впечатление. Книга Иова, напомню, это книга, которая отвечает на извечный вопрос, почему страдает невиновный, праведный и почему благоденствует преступник, злодей. В наши времена это очень актуальная книга. Люди находятся в замешательстве во многих странах мира, военные конфликты, столкновения, тирания и агрессия. В этой 10 главе Иов жалуется на невзгоды, которые ему приходится терпеть. Об этом с 1 по 7 стих. Потом утешает себя тем, что находится в руке того, кто создал его. И Иов утешает себя этой мыслью, как бы представляя, что Бог не мог создавать его для такой жизни, в которой он оказался. Что-то пошло не так. И он ссылается на это, что он надеется на того, который создал его, что он создал его не для такой трагедии, которую переживает этот человек. Об этом с 8 по 13 стих. И далее Иов снова жалуется на суровое обхождение с ним Бога. Об этом с 14 по 17 стих. Мы как бы видим перемены в его настроениях, его речь. Она то касается некой надежды, то показывает состояние полной депрессии, апатии. В конце этой главы с 18 по 22 стих Иов рассуждает о том, что рано или поздно все кончается, что смерть положит конец всем его бедствиям. Итак, первый раздел 10 главы книги Иова с 1 по 7 стих. Мы читаем первый стих. «Опротивила душе моей жизнь моя, предамся печали моей, буду говорить в горести души моей». Полные трагизма слова многострадального Иова. Практически перед его глазами погибли все его дети. Все его достояние разрушено, пропало. Он потерял собственное здоровье. И те друзья, которые пришли его утешать, иногда они больше как бы сыпят соль на рану. И вопли Иова – это вопли страдающего человека. И когда он говорит «Опротивила душе моей жизнь моя», он как бы перечеркивает все те блага, которые у него были на протяжении его жизни. Ведь этот человек состоялся. Прекрасная семья, богатство, слава, известность, религиозная самодостаточность. И вдруг такие слова. «Опротивила душе моей жизнь моя, предамся печали моей, буду говорить в горести души моей». В блаженной памяти Данил Сысоев пишет. «Ответь мне», – просит Иов, «почему так со мной поступил? Почему так судил?» Очень интересный акцент, причем важнейший. Иов хочет разумного благочестия. Ему важно познать Бога и увидеть Его. Но Бог от него отвернулся, хотя Иов не совершал никакого зла. Иову, между прочим, тяжелее, чем мученикам. Почему? Он очень близок к Богу, но потерял его Бога в его присутствии. А праведники не чувствуют боли именно благодаря Божью присутствию. «В то же время, кто прошел путем Иова?» – вопрошает блаженной памяти Данил Сысоев. «Кто прошел путем Иова?» – Господь, Христос наш. Помните, что Он на кресте закричал? Мы помним, что Христос на кресте закричал, «Боже мой, Боже мой, почему Ты оставил меня?» И вот эта тема богооставленности, она присутствует и в диалогах Иова. Далее отец Даниил в блаженной памяти пишет, «И у Иова какое стремление к Богу такое сильнейшее, мощнейшее поле святости?» То есть, несмотря на то, что Бог удалился от него, испытывая его, Иов ищет Бога. Он ищет тот источник жизни, источник терпения, надежды и любви. И мученики христианские, они как раз были сильны тем, что присутствие Бога сообщало им силы. Сам в блаженной памяти отец Даниил Сысоев сподобился того, что он пережил мученичество в храме, как настоятель этого храма, в священническом облачении, как пастырь, который исполнял свои обязанности до конца. И вот каждый из нас должен пройти свой путь до конца. Иногда это представляется чем-то невыносимым и даже излишним. Иов продолжает восклицать, «Скажу Богу, не обвиняй меня, объяви мне, за что ты со мною борешься?» Этот вопрос сейчас могут задавать разные люди в разных местах. Почему Бог наказывает их? За что Бог попускает им военные конфликты в разных частях земного шара, обнищание? Зачем он превратил их в беженцев? Вопли Иова – это вопли любого больного человека, которому поставлен тяжелый диагноз, и его жизнь перечеркнута. Вопли Иова – это и вопли одинокого старика, который всеми брошен, никому не нужен, уже вычеркнут из жизни. Но он не может понять, почему, за что, если всю свою жизнь он честно трудился, исполнял свой гражданский долг, религиозный долг. Иов продолжает восклицать, «Хорошо ли для тебя, что ты угнетаешь, что презираешь дело рук твоих, а на совет нечестивых посылаешь свет?» Здесь Иов как бы напоминает Богу. «Ты попускаешь страдать тому, которого ты сотворил?» «Неужели это приносит тебе радость?» «Хорошо ли для тебя, что ты угнетаешь и презираешь дело рук твоих?» И далее. «А на совет нечестивых посылаешь свет?» Вот в этом третьем стихе десятой главы весь смысл книги Иова, почему страдает праведный, почему благоденствует грешный. «Неужели это может приносить Богу какое-то удовлетворение?» Для чего он попускает многим людям оказываться в положении беженцев, изгнанников? Четвертый стих. Ропот Иова не прекращается. «Разве у тебя...» Обращается он к Богу. «Разве у тебя плотские очи?» «И ты смотришь, как смотрит человек?» Почему Иов говорит об этом? Человек плотскими очами, он не все видит, он не все может рассмотреть. А Бог, который сердцеведец, он знает состояние души Иова. Так почему же Бог делает с ним то, попускает происходить с ним то, что попускает? Иов хочет разобраться, он хочет это понять. «Разве дни твои, как дни человека, или лета твои, как дни мужа, что ты ищешь порока во мне и допытываешься греха во мне, хотя знаешь, что я не беззаконник и что некому избавить меня от руки твоей». То есть Иов говорит о том, что Бог, который существует бесконечно, он имеет опыт общения с собственным творением. и Бог не может не знать истинное намерение сердца Иова. И почему Бог обвиняет Иова? Иногда Бог как бы бросает вызов целым народам, целым городам, целым регионам, и люди хотят понять, почему это все происходит. «Я не беззаконник», восклицает Иов. Он как бы говорит, «Ты это знаешь, и ты знаешь, что некому избавить меня от руки твоей». Он как бы говорит, «Меня обвиняет тот, без которого нет для меня спасения, на меня напал тот, который является смыслом моей жизни». Святитель Иоанн Златоуст пишет, это его послание к одному из служителей церкви. «И я знаю, пишет он, что не поступал нечестиво, он как бы говорит о себе, но, может быть, я сделал что-либо нечестивое по неведению». Теперь он как бы обращается к Богу. «Когда ты будешь наказывать, никто не может оправдаться, но если, по моему разумению, я не поступал нечестиво, знаю, что твоей воле невозможно избежать», он перефразирует слова Иова, «то есть, хотя за собой не знаю ничего худого, но довладычествует воля Твоя, которая лучше нас знает то, что нам нужно». Действительно, верующие люди, которые не всегда не могут понять, почему с ними происходит то, что происходит, они должны осознать очевидную истину, что Бог ведет нас всегда теми единственными путями, на стезях которых мы только и можем вернуться к Нему. Потому что мы не использовали благоприятные времена в собственной жизни. мы не обращались к Богу, когда мы были здоровы, молоды, красивы, полные сил, энергии, и всем этим мы служили дьяволу. Или мы равнодушно смотрели на страдания других людей, равнодушно смотрели на уничтожение других людей, мужчин, женщин, детей, стариков. Мы не хотели этого замечать. И теперь, когда все это пришло к нам, мы спрашиваем, за что? В Мишне, в еврейской Мишне есть такой рассказ о том, что один мудрец шел по берегу Иордана, и он увидел, что плывет череп. И, обращаясь к черепу, он сказал, «Ты утопил, зато тебя утопили, но утопившие тебя тоже будут потоплены». Праведные святые люди – это те, которые на себе останавливают цепную реакцию зла, существования зла в этом мире. И если им это удается, они наполняют смыслом все – и боль, и страдания, и саму смерть. Далее Иов утешает себя тем, что находится в руке создавшего его Бога и ссылается на это. Об этом с 8 по 13 стих он восклицает. «Твои руки трудились надо мною и образовали всего меня кругом, и ты губишь меня». Он соединяет здесь две темы. Бог – творец, который, сотворив все, сказал, что все хорошо, весьма, весьма хорошо. и Бог тот же, который попускает нам переносить разные трудности и страдания. Без сомнения, все творение Божие изначало было весьма хорошо. И то, что мы называем грехопадением наших прародителей, это сознательное удаление рода человеческого от источника блага и жизни. И все зло, которое существует в мире, оно существует в результате этого неправильного выбора, уклонения от путей блага, счастья и святости. «Твои руки трудились надо мною и образовали всего меня кругом, и ты губишь меня, вспомни, что ты как глину обделал меня и в прах обращаешь меня, не ты ли вылил меня, как молоко и как творог сгустил меня» именно так происходит зачатие человека, «кожею и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня, жизнь и милость даровал мне, и попечение твое хранила дух мой». Здесь Иов приходит к выводу, что если он дожил до этого момента, то только попечением Божьим. «Но и то скрывал ты в сердце своем, знаю, что это было у тебя». Вот этими словами, «но и то скрывал ты в сердце своем» Иов выражает мысль о том, что Бог, который сотворил человека, он лучше всех знает, как он его сотворил и для чего он его сотворил, и в своих страданиях Иов восклицает, «Неужели ты сотворил меня для этого?» В наше время, когда стираются целые города с лица земли, когда разрушаются храмы, когда обезглавливают христиан только за то, что они христиане, все чаще и чаще верные задаются вопросом, почему Божий? Блаженной памяти отец Данил Сосоев пишет, то есть Иов говорит Богу, как бы говорит Богу, ты же поступаешь нелогично, ты с такой любовью меня сделал, ты меня изваял в очреве, ты надо мною трудился, так зачем ты губишь меня, зачем уничтожаешь свое творение, я знаю, что ты имел в сердце, если я согрешил, то буду наказан, но вины я своей не вижу, зачем ты преследуешь меня, зачем от тебя идут новые и новые преследователи, мы с вами снова как бы попадаем Страстную Пятницу, рассуждает блаженной памяти отец Данил Сосоев, и к тем событиям, которые происходят в этот день Страстной Пятницы, многие от Христа отворачиваются, самый любимый ученик отрекается, говорит, я не знаю его, находится даже тот, кто готов его продать, в конце концов, земное правосудие решает предать его Христа суду. Кстати, в этой ситуации это был не единственный выход. В аналогичных обстоятельствах, когда хотели убить апостола Павла, даже не прокуратор, а обычный начальник гарнизона под свою ответственность просто выпустил пленника, а римская власть решила, чтобы избежать народных волнений, пожертвовать Христом. Потом начались издевательства, и ни одного человека не нашлось, который бы заступился за него по дороге на Голгофу, его распинают как разбойника, как убийцу, он переживает и тяжкие моральные испытания. Помните у Давида, «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?» А дальше в другом псалме сказано «Множество тельцов обступили меня, тучные, васанские, окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев алчущий добычи и рыкающий». Как и на Давида атака темных сил на Христа тоже шла напрямую, тяжелее же всего было ему чувствовать оставленность Богом на кресте и с Иовом так было, невинный праведник оказывается под такими чудовищными ударами». Конец цитаты. Далее идет раздел с 14 по 18 стих, где Иов снова жалуется на суровое обхождение с ним Бога. И мы читаем «Что, если я согрешу, ты заметишь и не оставишь греха моего без наказания? Если я виновен горе мне, если и прав, то не осмелюсь поднять головы моей, я присыщен унижением, взгляни на бедствие мое». Вот здесь Иов касается вопроса, что даже формально правый человек не смеет в глазах Божьей святости поднять голову свою в гордой надменной позе. Если Бог, который даже в ангелах усматривает недостатки, как говорится в книге Иова, тем более в тех, которые созданы из праха земного. И вот это восклицание, «Я пресыщен унижением, взгляни на бедствие мое», и далее 16 стих, «Оно увеличивается, ты гонишься за мною как лев и снова нападаешь на меня и чудным являешься во мне». То есть Бог, который как лев несчастьями судьбы гонится за Иовом, он же этот Бог чудным является в душе Иова, потому что мы знаем о Боге, что мы все им живем, движемся и существуем. Почему же ты попускаешь нам страдания, бедствия, изгнания, потерю родных и близких, потерю наших городов, сел? Почему люди чувствуют себя незащищенными во многих и многих уголках земного шара? 17 стих «Выводишь новых свидетелей твоих против меня, усиливаешь гнев твой на меня, и беды одни за другими ополчаются против меня». И вот эти слова «Выводишь новых свидетелей твоих против меня, усиливаешь гнев твой на меня, и беды одни за другими ополчаются против меня», толковая православная Библия объясняет. Показателем такого отношения к нему Господа является все более и более усиливающаяся болезнь. она свидетель как бы его виновности, за которую Бог преследует Иова, как лев свою добычу в нанесении страданий проявляет свое всемогущество. А новые и новые свидетели это друзья, которые пришли утешать Иова, но вместо утешения слова обвинения. Далее с 18 по 22 стих Иов утешает себя тем, что смерть рано или поздно положит конец всем его возможным бедам. И мы читаем 18 и 19 стих. «И зачем ты вывел меня из чрева? Пусть бы я умер, когда еще ничей глаз не видел меня, пусть бы я, как небывший из чрева, перенесен был во гроб». Блаженной памяти Ирей Даниил Сысоев пишет «Я ухожу в ад», говорит Иов. «Конечно, как и все остальные, но при этом до последнего он ищет ответа, ищет святости, ищет Бога. Это как раз проявление того самого мужества, которое, повторяюсь, делает его похожим на Христа. Вот почему его Иова почитают Страстную Пятницу. «Господь прошел до конца тем путем, по которому начал идти Иов до самых последних ворот смерти проходит Христос, до ворот того свободного безумия, до которого могут дойти свободные существа. И все же почему в этом мире столько зла? Почему праведник оказывается в таком вихре смерти, потому что ему дано видеть больше, чем грешнику? Праведник старается смотреть на все вокруг себя глазами Бога. Помните первое искушение Иова, рассуждает отец Даниил Сосоев, когда у него погибли дети, все нажитое, он сказал, Господь дал, Господь взял, не привязанный к миру, он может постичь глубинный смысл происходящего, он видит самое страшное, что в этом мире таится, порожденная огромной духовной силой, которая в этом мире была Богом, населена, это сила разумных существ. Дело в том, что сам по себе мир, свободная воля людей и ангелов, когда они взбунтовались против Бога, порождают колоссальное средоточие смерти, зла, нечестия, проклятия. Иов подошел близко к эпицентру чудовищного духовного взрыва, который произошел в глубинах мира. Люди-оптимисты на самом деле просто слепцы, они не видят черной дыры, которая засасывает мир. Действительно, святой человек, это человек, который может стать на краю некой воронки, приблизиться к черной дыре, даже как бы пересечь точку невозврата и вернуться все равно к Богу. Как псалмопевец Давид восклицает «Из глубины возвах к тебе, услышь меня, Господи». И когда Господь опрокидывает наше благополучие в глубины хаоса, столкновений, эпидемий, военных конфликтов, социальных потрясений, он это иногда делает для того, чтобы кто-то из нас достиг бы самого дна и, оттолкнувшись, все-таки поднялся на самый верх. Далее, 20 стих и ниже. «Не малы ли дни мои? Оставь, отступи от меня, чтобы я немного ободрился». Он уже не просит для себя справедливости. Хотя бы на некоторое время боль, страх, отчаяние хотя бы прекратились. «Чтобы я немного ободрился», восклицает он, «прежде нежели отойду», то есть «отойду в могилу и уже не возвращусь в страну тьмы и есени смертной отойду, в страну мрака, каков есть мрак тени смертной, где нет устройства, где темно, как сама тьма». И вот прежде всего этого «Оставь, отступи от меня, чтобы я немного ободрился». Преподобный Исихий Иерусалимский пишет, «Чтобы не соблазнить многих, смотрящих на окончание его и увы жизни в скорбях и печали, не без оснований сей праведный муж, вопрошает о конце его испытаний. Потому и сказал Иов, прежде, нежели отойду и уже не возвращусь, из чего ясно, что речь идет о его человеческой жизни, словно бы сказано было так. Правда, если я возвращусь сюда и здесь обрету награду за труды мои, я не буду истощен, и не откажусь от своей борьбы со смертью в моих испытаниях, а находящиеся здесь, зная мою праведность, увидят, что я получаю награду, ибо возвращаюсь. Но если они увидят, что я теперь умираю в испытаниях, они либо подумают, что Иов порочен, либо поверят, что нет пользы от праведности». Почему страдает праведный, невинный и благоденствует злотей и агрессор? Это главный вопрос по всему тексту книги Иова. Это главная задача написания этой книги подойти к ответу на этот вопрос. Отец, брат, сестра, религия наполняет смыслом все. Твои и мои страдания, твою и мою боль, наш страх и смерть. Религия наполняет все смыслом. И там, где неверующие видят небытие и мрак, мы видим свет и Христа. Иов это ветхозаветный человек. А мы знаем, что закон произошел через Моисея о благодати истина через Иисуса Христа. И вопли Иова это алкание и жажда той правды, которая реализуется только во Христе и со Христом. Это экзистенциальный вопль интуитивно ищущего Христа, потому что Христос есть подлинный смысл человеческой истории, как Альф и Омега. в своем воплощении. Он извечный ответ на все вопрошания, на любое алкание и на любую жажду. Итак, сегодня отцы, братья, сестры, мы сделали обзор 10 главы книги Иова. Если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем с вами делать обзор 11 главы, этой же книги. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. в общем,